Да, это выглядит забавно. Хотелось бы верить, что это всё по-настоящему, но не могу поверить. Эта девушка настоящая. Недавно в полицию обратился какой-то тип и рассказывал те же самые вещи, что на ней был такой же костюм и такой же сильнейший удар. Ну это круто. Наконец-то появилась какая-то крутая девчонка, которая может противостоять не только бандам, но и копаем правительственным агентам. Нужно спроектировать местность участка с учётом правил безопасности в избежании нанесения вреда окружающей среде. Это какой-то промышленный объект? Это территория парка? А что тогда? Предположу, что это частная территория коттеджа. Какая площадь участка? Там около десяти соток. Заказчик щедро заплатит, если мы сделаем эту работу к пятнице. Так я могу взять этот проект, у меня сейчас простой в работе. Ну, пожалуй, я дам этот объект Глории. Мне нравится её подход к дизайну. Наверное, не только к работе. Насчёт всего остального не знаю. Ты справишься? Я постараюсь, но на мне и так два проекта. Может, отдашь этот проект Марине? Ладно, Марин, ты справишься? Отдайте этот проект лучше Лене. Я сейчас не могу. У меня сейчас пока проблемы в семье. Какие проблемы в семье? У тебя семьи-то нет. Лен, тебе срок до пятницы. Что ты такого для него делаешь, что получаешь постоянно заказы? Да ничего особо. Ну-ну. Пап, ты не представляешь, тот парень выложил в сеть мою разборку. И я набрала медийность. Я с тебя предупреждала, что это дело кончится. Говорю, сейчас каждый хочет хайпа. Да, это видео дошло даже до моего босса, Всеволода. О, какая была реакция интересная. Думаю, она, Глория Гелл. То есть я. Ему понравилось. Но он не верит в подлинность этого видео. Считает это постановкой. Хорошо. Пусть дальше так считает. Мне Лена по секрету рассказала, что Марина думает, что я с плюс боссом. Ну и вот эти вот ваши пофисные разборки меня совершенно не переживают. Скажи, а ты тестировала какие-то еще сверхспособности? Я ничего не умею, кроме того, как летать. И то приземляться иногда достаточно больно. Ну что, друзья, мы будем ничего снимать. Конечно, первая реакция, но я на эту локацию... Думаю, оторвались. Оторвались. Но надо идти проверить. Вдруг нет. Стой. Возьми пушку, брат. Да нет. Нам удалось скрыться. Слава богу. Знаешь, это удалось нелегко. Ты же сказал, что это продуктовый магазин. А это оказалось отделением почты. Я хотел тебя проверить. Но на самом деле у тебя есть яйца. Ты молоток. Ты бы видел глаза этой дуры. Да они все работают по одному сценарию. Покажи им только пушку. Я не готова отдать все. Покажи, что нам удалось взять. У нас хороший куш. Да тут выручка за несколько дней. А ты как думал? Вот твоя доля. 60 на 40. Да тут 50 на 50. Не беспокойся. Твою мать. Если не копы, то супергероиня. Да, ребят. Я умею испортить настроение. Кстати, я видела, как вы грабанули почту. Я думала, копы остановят вас. Но вмешиваться не стала. Но не тут-то было. Кстати, если вы думали, что они остановили поиски. Нет. Они всего лишь квартали отсюда. Твою мать. Я ее знаю. Она ее знает один известный блогер на YouTube-канале. Мы же сможем с ней договориться. Слушай, со мной договариваться бесполезно. Вам придется договариваться с судьями и адвокатами. Я, пожалуй, сдам вас в руки копам. Слушай, я не знаю, как пули на меня подействуют. Но ты лучше с этим поаккуратней. Ты что, не видишь, на нее это не подействует? Как в этих всех фильмах. Они же пули непробиваемые. От них пули отскакивают, как от стекла и от железа. Да давай, застрели уже ее, твою мать! Это конец, крошка. Что, пусто? Думаешь, я буду стрелять? Нет. Я люблю играть по-честному. Ну что, ты готов дать явку с повинной копам? Мне нечем дышать. Хорошо, хорошо. Мы готовы сдаться копам. Снимай маску, чувак. Твое лицо, мне кажется, знакомо. Как твое имя? Титус. А, настоящая? Тимофей Авдеев. А, Тимофей Авдеев. А мы раньше с тобой нигде не могли пересекаться? Ну, может быть, и могли. Конечно же, могли. Я тебя хорошо помню. У вас, парни, сейчас будут серьезные проблемы. Можешь вызывать копов. Что, пусто? Чувак, ты попал в нее? Действительно попал. Угу. Моему. Продолжение следует...